Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Monster Hunter World. В прошлый раз я прошел туториалы и все такое, и сегодня нам предстоит убить первого настоящего полноценного монстра. Также, наверное, получить награду за вход. Инструмент для ловушек это слегка полезно, но в данный момент не нужно. Наверное, стоит поговорить со всеми, у кого есть восклицательные знаки. Важный разговор. Окей. Ясно. Ну, это не сильно помогает, но допустим. Там торговец, с которым можно поговорить, и у него можно покупать всякое. Пока что, тут, по-моему, довольно мало всего в продаже полезного, но оно постепенно пополняется. Пока что я могу покупать зелье, место по-старски снимает кровотечение и повышает реген или что-то подобное противоядие. Бочки, бочковые бомбы, которые, собственно, из этих бочек делаются. Инструменты для ловушек, которые в основном отсюда берутся. Бумеранг. Хрен его знает, я ни разу не пользовался в основной, не в основной игре, а когда на консоли играл. Биноклем тоже, но бинокль, видимо, нужен для того, чтобы смотреть вдаль. Бумеранг для чего-то нужен, можно, наверное, купить один, потестить. Но учитывая, сколько он стоит, видимо, он расходник. И также тут продаются всякие патроны и покрытие на луке. Пока что. Потом тут будут продаваться более полезные вещи. Но это потом. Также я могу поговорить с вот этим вот чуваком. И он исследует монстров. И у него будут появляться всякие, всякая информация по монстрам. Но пока что, опять же, тут ничего особо нет. Окей, изучение чудовищ. Ну, пока что здесь есть три монстра всего лишь. Зоро Магдарас, который был в прологе. Большой Яграс и Анианата. Два которых я видел, но я не могу ничего... Никакой информации о них не знаю. Потом постепенно я узнаю, какие с них вещи падают, какие у них резисты там и все такое. Также тут есть немножко инфы про мелких всяких Яграсов, что они дропают. Аптоноты дропают сырое мясо. И там же будет инфа про всяких совсем мелких тварей, которых можно ловить. Которые петы и все такое. Но это потом. Это про сетевую составляющую все. Да. Можно подняться в таверну и там мультиплеер. Но туда я в ближайшее время вряд ли пойду. Ну и также тут есть фаст траву по этим цепям. Относительно фаст траву. Мне сейчас, наверное, стоит заглянуть в мастерскую и проапгрейдить свои пушки. Так, этот чувак, по-моему, даст сайт-квест. А, не-не-не, он просто расскажет про... Четвертый флот или про третий флот? Не, про второй даже. А, не, про третий как раз. Но с ними мы тоже еще встретимся. Ну да. Ну и также мейн-квест у меня. Поговорить с кузнецом. И проапградить свою пушку, наверное. Ага. Он мне тоже что-то дает. У тебя нет, ролик я смотреть не хочу. Ну, я могу улучшать свои мечи и свою броню и все такое. Броня улучшается сферами доспехов. И она просто становится лучше в плане своего дефенса. То есть так защита 2, так защита 4, так защита 6. И потом после какого-то там пятого уровня мне будет нужно больше одной сферы доспехов на следующий уровень и все там подобное. Но эту броню нет особого смысла улучшать. Пушки улучшаются немножко интереснее, потому что тут целая такая табличка. И они апаются разными материалами и в разные пушки в зависимости от того, на что я нафармил и все такое. То есть сейчас у меня есть обычные парные тисаки, они апгрейдятся в парные тисаки 2, которые просто немножко круче. Потом они уже апгрейдятся в два разных вида. И там нужны материалы из каких-то монстров. Точнее на обычные не нужны, потому что это продолжается парные тисаки 3, 4 и так далее. Они остаются металлическими. А это вот уже из монстров делаются. И там появляется всякий элементальный урон, особые свойства и все такое. И то же самое костяное древо. Костяные топорики, костяные топорики 2. И дальше куча разных веток. Но пока что я апну свои мечи до второго уровня. Или может быть мне стоит... Не, наверное мне не стоит костяные брать, потому что у костяных нет зеленой точности. А, прочности, не точности. Точность у всего примерно одинаковая. И она зависит от кривизны моих рук скорее. Но зеленая заточка полезна. Так что я просто апну налево у своей ножи. Я буду пользоваться разными видами оружия в этом прохождении. Но пока что... На Яграса я оставлю себе ножики. Также я могу здесь ковать... С нуля оружие и броню. Но оружие с нуля крафтится только костяное и... Металлическое просто базовое. Потом будет еще два вида, которые тоже крафтятся с нуля. Но большая часть оружия крафтится из другого оружия. Ну и броня. Это немножко... Интереснее, потому что у меня доступны здесь еще два сета. Охотничий. Который примерно так выглядит. И костяной. Который примерно так выглядит. И на мужских персонажах он как-то не очень. В них есть полезные элементы. Улучшение светлячков это достаточно полезный бонус. Заряд самостоятельно не очень нужен. Скрытность не очень нужна. Гонча это заполнение шкалы светлячков. То есть это легче находить монстров. Это тоже полезный бонус. Улучшение светлячков это дальность. Это даже менее полезный бонус, чем Гонча. Шеф-повар это... Упрощает готовку хорошо прожаренных стейков. Это не особенно важно. В костяной броне усиление здоровья и усиление атаки. Это полезные бонусы. Тяжелый удар это легче станить врагов. Мастер рога это для конкретного оружия, которое охотничий рог. И энтомолог увеличивает шанс того, что от чудовища останется труп. Это важно для всяких насекомых. Но есть вещи, которые... Есть способы получать их трупы без этого навыка. Потому что по дефауту, если я убиваю всяких там пчел и прочих мелких насекомых, то они сразу ваншотятся и не оставляют трупа. Так что если у меня квест собрать какие-нибудь там крылья насекомых, то это немножко сложно. Но опять же есть способы. А, наверное, я даже сделаю себе охотничий пояс. И, наверное, я бы даже себе сделал такую броню для усиления атаки. Оно, конечно, смотрится ужасно. Но зато у меня будет больше урона и у меня будет... Бонус к светлячкам. Ну и, наверное, дальше я буду скипать эти составки. Потому что они все примерно одинаковые. Да, использовать. И скрафтить. Ну, это уже не скипается. Да, использовать. Усиление атаки это плюс 3 урона. Это не так уж и много, но при этом... Все равно это достаточно полезно. Урон здесь скейлится по-разному в зависимости от оружия. То есть это плюс 3 базового как бы урона. И у моих ножей есть модификатор какой-то. То есть на самом деле для... То есть это усиление атаки, оно всегда плюс 3 урона в его статах. Но для этих ножей эти плюс 3 урона это значительно меньше, чем плюс 3 урона для какого-нибудь там двуручного меча, который очень медленный. Так что, в принципе, то, что я очень быстро бью, это не делает эти плюс 3 урона более эффективными. Так, шеф-повар, что ты мне скажешь? Сайт-квест дашь? Что у тебя с глазом? Почему он так блестит и так отражается? Неясно. Странные грибы древнего леса. Это сайт-квест. Ну, возможно, я его буду делать где-то за кадром, потому что это просто бегать по лесу, собирать грибы. По-моему, это не очень интересно. Ну, а пока что... Да, поехали разбираться с кистодонами. Угу. А задание можно брать у нее или на доске. Это абсолютно одно и то же, просто несколько... Несколько точек, где можно брать задания. Эффект тот же. Ну, и поехали. Да, у меня теперь в дополнительных есть задание первого уровня. Во-первых, вот это вот у меня есть. Это возможность повторить основной квест. Поэтому оно пишет, что оно готово, хотя я и не выполнил дополнительные задания пока что. Но это просто повтор мейн-квеста. С ягросами. И вот это вот странные грибы древнего леса. Это просто нужно бегать по лесу, искать там грибы, которые испаунятся в конкретных некоторых местах. И 20 штук собрать. И за это дадут 720 денег. Но за это также дадут дополнительные ингредиенты в столовой, что важно. Так что это надо бы выполнить. Но пока что я пойду на сюжетные ивенты. А также тут есть события, которые, по-моему, каждую неделю обновляются или что-то типа того. В общем, они время от времени обновляются, но пока что они все мне недоступны. Потому что им требуется ранг охотника 5. Точнее, им даже ранг охотника 8 требуется. Это они сами 5 уровня. Это 6 уровня, и там требуется 11 ранг. То есть пока что мне недоступны эти квесты. Но если бы они мне были доступны, я бы там ничего особо не мог сделать. Потому что там монстры, которые значительно круче, чем то, что у меня сейчас под силу. Ну, поехали на сюжетный квест, куда меня отправляют. Выполнить задание. Интересная задача. Тут было убить 7 ягросов, тут выполнить задание. Но на самом деле это потому что... Да, талоны. А это потому что, спойлер, это задание немножко другое. Я могу использовать талон, опять же, чтобы удвоить свою награду денежную. Но в этом квесте нет особого смысла. Ну и поехали на задание. Кто-то в комментариях спрашивал про PC-версию, как она. В принципе, не идеально во многом. Но в любом случае лучше, чем консольная версия. В частности, что не идеально, это, во-первых, тот факт, что с клавиатурой мыши управление не супер. Конкретно с мыши. Потому что у нее какая-то совершенно безумная акселерация. И... В общем, я бы сказал, это неиграбельно, но у меня... Наверное, не совсем такие стандарты, как у многих других. Так что для кого-то, наверное, это играбельно. Для меня не очень. Но для меня и какой-нибудь там... Dark Souls на клаву мыши не одна часть не особо играбельна. Но при этом я знаю людей, которым норм. Ммм... В остальном с клавиатурой вроде бы оно... вменяемо управляется. Особенно учитывая, что все можно перенастроить. Ну и что касается самого порта. Производительность не очень хорошая. И в нем есть некоторые графические баги в том плане, что... Отражения не работают как надо. И... Текстуры не совсем как надо работают в том плане, что максимальные текстуры, они немножко хуже качеством... Ну или... Или не немножко, но в общем, они хуже качеством, чем должны быть. Возможно, это уже исправили, правда. Потому что я так на глаз не скажу. Но... При релизе, по крайней мере, и какое-то время после релиза текстуры в PC-версии были хуже, чем на Xbox One и PlayStation Pro. Даже на максималках. Но это баг, по сути. И тот факт, что отражения тоже не особо корректно работают. Это тоже баг. Но при этом... 60 FPS это значительно лучше, чем что-либо, что могут позволить себе консоли. Так что геймплей здесь значительно лучше. При условии, что у вас есть достаточно хорошая машина, чтобы эти 60 FPS выдавать. А также вроде как есть какие-то проблемы с онлайном, но опять же, я в онлайне не играл, так что... не скажу. Так, наверное, мне стоит использовать демонический режим. Иногда. И вот этот вот спам, потому что этот спам это самое ДПСное, что я могу делать, если он попадает. Да, вот. Это явно какие-то проблемы. Угу. С ситевым режимом. Ну или с моим интернетом. Возможно и так. Наверное, имеет смысл поймать немножко птиц. Просто потому что я могу. А это просто дает мне, во-первых, очки исследований, которые для некоторых вещей используются. Ну, во-вторых, потом я этих птиц могу там себе в комнате поставить как пятов. И все такое. И просто для коллекции. Но, в принципе, собирать их совершенно не обязательно. Возможно, есть какие-то конкретные квесты, которые требуют этого. Но в большинстве ситуаций птицы не особо нужны. И прочие мяукие животные такие. Но зато их ловить прикольно. Ну, пока что тут все не про птиц. Хотя вот это вот я тоже бы поймал, но оно улетело немножко. Ладно. Пока что мне нужно убивать кистодонов. И также мне не помешает заточить мою пушку. Также мне не помешает все-таки перенастроить некоторые вещи. Потому что дефолтные настройки мне совершенно не нравятся в плане вот этих вот круговых менюшек и еще некоторых вещей. Потому что очень легко случайно что-нибудь выбить. или еще что-то такое сделать. Но, наверное, это где-то когда-то за кадром сделаю. Между этим видео и следующим, например. Ладно. Тут еще немного кистодонов, которых стоит убить. У меня есть атаки в прыжке, которые можно эффективно использовать, но не так. Для этого нужно быть в прыжке. Но хотя они скорее против больших монстров. Также, наверное, мне стоило поесть перед тем, как сюда идти, но с другой стороны бонус к здоровью и к стамине, который там за это дается не особенно что-либо решает здесь. Но все равно забывать о еде не стоит. ау. Чуваки, давайте вы будете умирать понемногу. Ну или помногу. Лучше помногу. по-моему, он еще живо. Ну ладно, неважно. Мм, что с бумерангом, кстати, как он работает? но он кидается и наносит урон и возвращается после этого. Чувак, подожди. Я там, конечно, что-то нашел, но я тут нашел лут несобранный. Это важно. Это важнее, чем всякие квесты. Ну окей. Шкуры кистодона в принципе на самом деле не особенно на что-то нужны. Из них, по-моему, один кусок брони крафтится. Который, скорее всего, мне не особо нужен. Но зато можно собирать кости. Это полезно. Также можно собирать вот эти вот... Да-да, чувак, я понимаю. Дай мне... Нет, он не даст мне подобрать. Он продолжит костцам. Ну ладно. Угу. Это большой яграс. И мое сюжетное задание сменилось на его убийство. Ну, поехали убивать его. По пути можно собрать немножко грибов. Нет, союзники мне не нужны. Зато мне нужно собирать всякие следы этого яграса, чтобы его отслеживать. И, в принципе, внизу заполняется полоска при этом. И когда она чуть заполнится, мои эти муки будут показывать следующий след. Ближайший. И когда она заполнится совсем полностью, у меня будет просто отмечен на карте этот яграс. Что очень даже полезно. Так, ну, видимо, у меня сюда. И, видимо, у меня под воду какой-то странный маршрут у этих мух. Ну, допустим. Нитрогриб это для чего-то нужно, по-моему, чтобы взрывчатку всякую делать, бомбы. Или, а, не-не-не, он для пуль нужен, для огнестрела. По-моему. Ну, пока что это мне не очень помогает. Ну, и вот он яграс. Можно его залочить. Лог по дефолту неудобный. Если его немножко перенастроить, то он становится чуть-чуть удобнее. Но, в любом случае, в основном, все-таки монстр-хантер играется без лога. Ну, и, наверное, я могу начать... Не, наверное, я могу начать с того, что я заточу свою пушку, потому что она немного... Нет, я не хотел пить зелья. Дефолт на менюшке бесит. Ну, да, заточить пушку стоит. Яграс покажет на меня не агриться. Потому что он не особо агрессивный монстр сам по себе. Так что можно еще пособирать все вокруг, осмотреться. А вот эти вот золотые светящиеся... что-то наверху, за них можно зацепиться. Но не отсюда, видимо. можно использовать слой, чтобы достать монстров. Да, бомбе. И висеть. И это иногда полезно. Но не в данный момент. Яграс куда-то слегка делся. Но поскольку я его уже увидел, он у меня уже на карте помечен, и... я всегда знаю, где он. Примерно. Ну, или даже непременно. Во, хорошее место, чтобы начать бой, потому что он спрыгнул. Я могу сделать атаку в прыжке и запрыгнуть на него сразу же. Когда я запрыгиваю на монстра, я могу его избивать какое-то время. Он будет пытаться меня скинуть. Подсказки мне говорят, что делать пока что. И в принципе в правом верхнем углу они всегда говорят. В центре экрана, по-моему, она потом перестанет так подсвечиваться. Но не всегда то, что подсказки говорят, это самый эффективный способ, потому что окей. Потому что когда оно говорит типа ухватиться за него или что-то подобное, иногда удобнее все равно переместиться, потому что это позволит мне продолжить сражаться. Ну, я этим повалил его на землю и могу продамажить неплохо. В общем, смысл в том, что если я на него запрыгиваю так, то я могу его какое-то время дамажить своим ножиком по единичке и после этого я могу провести крутую атаку, которая его обязательно свалит на землю. Ну и также некоторые мои атаки его, в принципе, сваливают на землю. Он очень разозлился, но по нему видно. Он с очень злым видом лежит на земле и дохнет постепенно. Ну да, у монстров есть состояние, они бывают разозлившимися, они бывают уставшими и все такое. Окей, это нехорошо. Это немножко более хорошо. В демоническом режиме у меня есть крутая атака в прыжке, которая вполне помогает. Ну и если монстр немножко продамажит, то он начинает убегать обычно. Также большие монстры иногда дропают проникающее зерно и некоторые другие подобные вещи. Это боеприпасы для моей рогатки, этой наручной слингера. И в данном случае она довольно эффективна. Так, как мне за ним пойти? Наверное так, наверное стоит замок иметь. Да, он просто вниз спустился. То есть по карте он в противоположную сторону, но это потому, что он под землей. Когда у монстра остается довольно мало хп, он обычно сваливает в свое какое-то гнездо или что-то подобное и пытается там поспать. Этим он очень медленно регенит. Также иногда он может поесть и этим он немножко быстрее хилится. Но в любом случае это ему не сильно помогает. Ау. Ну, хотя если он меня вот так вот откидывает, то это, наверное, ему немножко помогает все-таки. Ну, Яграс это легкий монстр. У него ему всед простой и жизни с дамагом у него тоже не очень много. Чувак, куда-то сваливаешь, пристань. Я не попал. В основном потому что он за угол свалил. Хм, но он сваливает в правильные места, потому что тут я могу взять мед, который мне не помешает. Ага, он пошел есть и хилится таким способом. Ну, удачи ему. Проникающее зерно, или как оно там называлось, которое с него выпало. Эта штука интересна тем, что она пробивает врагов насквозь, и при этом она пробивает их насквозь и постоянно наносит урон. То есть она наносит урон каждые сколько-то миллисекунд или что-то типа того. То есть если стрелять вдоль монстра, то можно нанести ему очень приличный дамаг. Ну, Яграс убит. Теперь можно его слегка залутать. И в принципе он не особо опасный, не особо страшный. Наверное, если бы я там поел перед тем, как сюда приходить, чтобы у меня было больше стамины, то это было бы немного проще и эффективнее. Что я подбираю? Я просто осматриваю то, что с него вывалилось, а типа его следы. Ну, больше здесь ничего нет особо. Травы всякой можно пособирать, если я найду ее. Там есть немного. Трава, мед и прочие подобные вещи респавнятся через какое-то время. Даже если я остаюсь на этом квесте. То есть, если я прошел задание и пошел на следующее, то все респавнится. Это логично. Но даже если я не выходил из квеста, оно просто там через 10 минут или через 5 минут респавнится или типа того. Я думаю, что мы получаем шаг. Может. Давайте посмотрим. Ну, это наша следующая цель. Уже намного более страшная. Ну, ты прав. Это наш знак. Что-то изменили. Что-то изменили. Что-то изменили. Я никогда не видел ничего подобного. Ты думаешь, это из Зора Магдарос? Я хотел узнать. Но мы лучше обратим внимание. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Окей Также, да Финальный кадр Наверное, да, финальный кадр Это правильно назвать На финальном экране с лутом Показан тот кадр, в котором я убил монстра Иногда там бывают веселые вещи Или тот кадр, в котором я проиграл То есть либо кончилось время, либо Монстр убил меня На последней моей жизни Если квест неудачно закончился Так, что я получил Чешуя, шкура, чешуя, малый квест чудовища Коготь, железная рюда, чешуя, шкура И все такое Дальше уже более стандартные вещи Грива большого ягерса Кот достал парочку костей Также 2400 денег Зени Очки исследований 214 Ранг охотника повысился Что-то там Так, дайте мне пролистать это Уровень исследования большого ягерса повысился Если я его докачаю до полного До третьего То большой ягерс будет сразу мне помечен на карте Как только я зайду на локацию Это удобно Для того, чтобы он повышался Нужно этого ягерса Ну, не обязательно его убивать, кстати Убийство помогает Но достаточно просто его всякие следы Искать и все такое Записи обновлены большой ягерс 110966 Это размер Убитого ягерса Не уверен в чем Типа 10 метров в длину Вроде не особо похоже Но может быть Не знаю Или в футах в каких-нибудь Или еще в чем-нибудь Не знаю, в общем Размер в чем-то Кот качается Спрей исцеляющий осы качается Какая-то ачивка И новая катсцена Окей Допустим Я вижу Игра в режиме внести Пока что Пока что Убивать поти-поти меня не посылают На самом деле нет Он не следующая цель Он через одного будет По-моему Но в любом случае Сейчас стоит поговорить Со всеми Ну да Они действительно Все безумцы И все такое Ладно Так Мне нужно поговорить С интендантом Вон туда пойти И это Еще одна механика Тут всякие Сайдквесты Как это назвать Не сайдквесты даже А Челленджи дополнительные Тоже не особо Правильное название В общем Дополнительные задачи Которые можно По ходу обычных Выполнять И они дают Всякие небольшие бонусы Но для начала Они мне Меня отправят на квест По По установке лагеря Надо попасть В место лагеря Ну да Здесь есть Вот эти вот заказы Я могу взять Шесть заказов И за их выполнение Дают Всякие Небольшие бонусы Ну и Заказы Достаточно простые В большинстве Своем Собрать грибы Семь раз Собрать кучу костей Двенадцать раз Убить одно Большое чудовище Добыть ресурсы Из залежи Руды Убить шестнадцать Маленьких чудовищ Собрать мед И все такое Ну и пока что Я просто беру Все что дают Потом я их могу заменять Потому что потом Будут давать новые И за них дают Очки исследований И сфер доспехов Потом за них Будут давать Более крутые Сферы доспехов И больше по моему Очков исследования Но в целом Награды примерно Одинаковые Также у меня есть Важные заказы Это Собственно в лагере Все такое И ограниченные заказы Которые в данный момент Мне недоступны Это Каждую неделю Там дополнительный челлендж За который повыше награда Типа там Убить какого-нибудь монстра Пять раз И все такое Также тут будут Расследования И Готовые доставки Это Когда меня просят Что-то принести Как квест Это там Делается Но пока что Это все недоступно Так что пока что Это все не важно Что этот чувак скажет Хочет их убить Или поймать Можно ловить монстров Не убивая их Для этого Используются ловушки Это в принципе Даже проще В большинстве ситуаций Потому что Не нужно его убивать До конца Нужно его просто Добить до низкого хп И поставить ловушку Но это тратит Некоторые ресурсы Потому что Собственно Ловушка тратится Нужны Усыпляющие бомбы Или что-то подобное Ну и в принципе Все А при этом По-моему Там чуть-чуть ниже Шанс на некоторые Редкие ресурсы Но в принципе Я все равно Получаю примерно Те же ресурсы Я получаю по-моему Больше по количеству ресурсов Но чуть меньше шанс На редкие По-моему так На 100% Не уверен Возможно одинаковые Но в большинстве случаев Все-таки выгоднее Захватывать монстров А не убивать их Но при этом Это немножко Сложнее В том плане Что требует Дополнительных действий А не просто Избивать монстров Пока он не кончится Окей Но с этим я когда-нибудь Потом разберусь Также пока что Я хочу подняться Обратно в кузницу Ну обратно Я там В последнее время не был Так что не обратно А просто подняться И посмотреть Что я могу сделать Из Яграса Потому что это игра О создании шмоток Из всяких монстров Так что после каждого монстра Нужно обязательно приходить В кузницу И смотреть Что я могу сделать В этом суть игры Окей Я могу во-первых Выковать броню Из Нет Броню из Яграса Из Тестадона Из Тестадона Есть только перчатки Они дают мне Мастерский подкат А после скольжения Повышает мастерство На 30% Мастерство Это крит По сути Это крит шанс То есть шанс крита У меня повышается После того Как я проскользил Это Не очень полезный бонус Потому что он Довольно редко Применяется Хотя 30% крита Это довольно много Ну и также Здесь есть От Яграса Выглядит примерно так Что он дает Аппетит Это Скорость использования Предметов То есть я пью Хилки быстрее Я ем еду быстрее И все такое Слегка полезно Устрашение Это Всякие мелкие Мобы не будут На меня нападать После Всех апгрейдов По идее Даже большие мобы Не будут на меня нападать Если я сам на них не нападаю То есть Враги на меня не агрятся Сами по себе Это усиливает Защиту и атаку Моего кота Довольно так себе Укрепление Это Довольно полезный бонус В некоторых ситуациях По сути Когда я умираю Теряю сознание Вообще Это так должно быть написано Я не погибаю в этой игре Но в общем Когда я умираю Это повышает мои статы До двух раз Но в большинстве квестов Умереть можно два раза И на третий Я проваливаю его Но также Что немножко важнее Потому что в квестах Это использовать не очень выгодно Потому что я теряю деньги на это Я получаю меньше награды Если я умираю Но в игре Так же есть экспедиции Экспедиции Это когда я просто Иду в открытый мир И сам там ищу монстров Собираю всякие луты Все такое А и в экспедициях Награды за саму экспедицию нет И там умирать можно Сколько угодно раз То есть я беру шмотку С укреплением Рипаюсь два раза И после этого У меня бонус 20% атаки И 30% защиты Что вполне неплохо Так же наверное Это имеет смысл Но с другой стороны Мой текущий поезд Дает мне гончую Что тоже имеет смысл Так что наверное нет И сапоги Быстрый ползун Ну Если бы этим был Какой-то смысл пользоваться То наверное это было бы полезно Но стелс вот этот Который при седании Он ничего особо не делает Так что Довольно так себе шмот Разве что аппетит Это в принципе Достаточно полезный навык У меня есть сопротивление голоду Что тоже достаточно полезный навык Я бы наверное взял это Если бы У меня было достаточно ресурсов Чтобы скрафтить Эту шмотку Плюс она выглядит Ну Они обе выглядят норм Ну и так же Да У ягросовского Шмота Больше Больше защиты Но у него при этом Штрафы к некоторым элементам То есть У моего костяного доспеха Две Единицы защиты От огня И грозы И дракона Дракон это элемент Не знаю как это работает У ягроса Минус два резиста к огню Минус один К молнии и льду Но при этом Два к воде То есть Если кто-то бьет огнем Он меня будет бить сильнее Если я в этом доспехе Что не очень хорошо Мои перчатки Ничего мне не дают Так что может быть Имеет смысл Более крутые Какие-то скрафтить Но при этом Скрытность мне не очень помогает Тяжелый удар Наверное норм Станет Мобов лучше Плюс я получаю Немножко защиты Это довольно полезно Так что я скрафчу Костяные перчатки И сапоги Наверное Тоже есть смысл сменить Шеф-повар Довольно бессмысленно Энтомолог Опять же Довольно-таки Бессмысленно И не нужно Наверное Я это сделаю Просто ради статов Быстрый ползун Мне не особо помогает Но при этом Восемь брони не помешает Но с другой стороны Нет Я пока что это не сделаю Вместо этого я пойду Вот сюда я посмотрю Не нужно ли мне что-то Что-то из Яграса На Мои ножики Пока что нет То есть может быть Что-то из Яграса На что-то здесь нужно будет Но пока что Мне недоступны Эти варианты оружия Так что Увы Если я посмотрю На другие пушки Ну Здесь есть дерево Большого Яграса Но это меч и щит Меч и щит Я пока что не собираюсь Ну хотя Когда-нибудь я собираюсь Использовать Наверное не Яграсовский Насколько я помню Из Яграса Крафтятся неплохие Такие вот пушки Типа Грэйцварда И прочего Молот возможно В общем то что То чему нужно Дамажить больно Но редко Но наверное Пока что Ничего из этого Я крафт не хочу Хотя Учитывая Кто следующий Противник Что-нибудь Типа молотом Не было бы Хорошим вариантом Или копья Но копье из Яграса Явно не делается Не все пушки Делаются из всех монстров То есть копья Из Яграса В принципе нет Насколько я помню Например Есть копья пушка Из Яграса Но это мне тоже Не очень нужно Ну в общем Не знаю Не уверен что взять На следующего монстра Может быть даже Просто какой-нибудь меч Для разнообразия Но пойду я туда Уже в следующий раз Да Также Вот еще что Я могу делать Коту своему шмот Это тоже важно Дефолтный шмот У него кожаный Ну и все остальные В основном Дают просто ему резист Никаких особых Скиллов нет У шмота кота Кроме того Что его пушки Могут быть элементальными И могут накладывать Какие-то там статусные эффекты Или Бить каким-то элементом Или еще что-то Типа того Но пока что Первые несколько сетов Никакими такими статами Не обладают Вроде бы Да И у него есть У него есть литой сет Это металлический По сути Наверное я сделал ему Вот эту вот пушку Из ягроса Не знаю зачем Зачем дубина в форме пушки Но выглядит прикольно Постяную шлем И Какую-нибудь такую броню Криво большого ягроса Она у меня одна Не уверен что хочу ее тратить Не такое Но шлем точно хочу Кот-заяц Это весело Почему нельзя на персонажа Такой шлем И пушку тоже хочу И этот Крафтится не за деньги А за очки исследований Да Что не совсем идеально Потому что очков исследований У меня все-таки Довольно ограниченное количество Денег конечно тоже Но денег по-моему больше Наверное я даже не буду Ему крафт броню Пока что пусть в статовой бегает Окей Так что тут есть еще пара менюшек Но они Не для Текущего момента Потому что это для конкретных видов оружия Которым я пока что не пользуюсь Пока что Потом буду Ну и так да На сегодня я на этом закончу В следующем видео Поедем разбивать лагерь И делать Все с этим связано Ну на сегодня на этом все Я надеюсь вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok